Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами, как побороть кладоспориоз. Кладоспориоз крайне неприятная болезнь томатов. И сродни этой болезни еще оливковая пятнистость на огурце, которая может существенно снизить урожайность томата, особенно во второй половине лета, особенно в отношении поздних сортов. Кладоспориум, гриб, который вызывает кладоспориоз, живет в почве, остается на поверхности теплицы, остается на конструкциях теплицы. Он за свою жизнь, пока он пару месяцев поживет в теплице, дает колоссальное количество спор, которое, если вы проходите по теплице, цепляется за одежду, за волосы, за руки, за все-все-все, и потом разносится от больных растений к здоровым, выносится на другие посадки. То есть эта зараза еще та, бороться с ней довольно тяжело из-за вот такого обильного содержания вот этого начала, инфекционного начала, которое, кроме того, еще очень хорошо сохраняется в почве. На растительных остатках, в виде спор, которые насыпаются туда, и так далее. У нас есть несколько рекомендаций на канале Процветок, как обработать теплицу после уборки растений, особенно если они были поражены кладоспориозом. Посмотрите, пожалуйста, эти видео для того, чтобы действительно обезопасить, обеззаразить свою теплицу и почву в теплице и освободить ее от кладоспориоза. Но естественно, что кладоспориоз может прилететь и с улицы. Споры эти мотаются по воздуху очень даже активно. И даже если в этом году, прошедшем у вас сезоне, не было кладоспориоза, это не означает, что он не придет к вам снова. Его может даже принести ваша соседка, зашедшая к вам в гости, и которая даже не собиралась идти в вашу теплицу, и там тереться возле растений. Ей достаточно зайти в дом, прикоснуться где-то одежда к одежде, да и просто ветром могут переноситься эти споры, потом вы пошли в теплицу, и вот уже кладоспориоз здесь. Он путешествует очень легко. Есть большое количество биопрепаратов, доступных на рынке для наших зрителей, для тех, кто интересуется по-настоящему органическим природным земледелием по защите от различных грибковых инфекций. Большинство из них в своей основе содержат бактерии сенной палочки. Однако в разных препаратах содержатся разные штаммы, ну вроде сортов этой сенной палочки с разным спектром активности против тех или иных возбудителей болезней. На всех препаратах пишут, эффективен против грибковых заболеваний, там могут перечислять, могут не перечислять, но на самом деле эффективность очень разная. Мы уже показывали, говорили об этом не один раз, но стоит поговорить сейчас именно о кладоспориозе. Для того, чтобы охарактеризовать чувствительность кладоспориоза к различным препаратам на основе сенной палочки, я сделал очень простой, но, как мне кажется, достаточно элегантный эксперимент. Я выделил живое начало из препаратов на основе сенной палочки, а использовал я бактоген, фитоп, бактофит, аллерин, гомаир и фитоспорин и еще такой препарат, который называется фитодопомога. Это украинский препарат, в котором я с третьего раза, купив с третьего раза препарат, нашел там очень активное и достаточно эффективное живое начало. Вот такие вот препараты я использовал. Что я могу по этому поводу сказать? Могу сказать так, что большинство препаратов, практически все препараты оказались эффективны против кладоспориоза. Разница между ними была очень небольшой. Самой большой активностью обладал препарат, который называется бактофит. Вот здесь зона задержки роста мицелия составила полтора сантиметра от бактериальной бляшки, то есть от края колоний, которую сформировали вот эти самые бактерии. Наименьшим количеством вот этой зоны, размером этой зоны, характеризовался препарат фитодопомога. Он составил 0,8 сантиметров. Ну и еще один препарат тоже очень показал себя, ну он показал активность, но не очень высокую. Это препарат аллерин. Он вообще показал 0,5 сантиметров. Но обращаю ваше внимание, что все до единого препараты активны против кладоспориоза. Гомаир 0,9, бактоген 1 сантиметр, фитоп 1 сантиметр, фитоспорин 1 сантиметр. Ну, бактофит победил. Что могу сказать? Использование препаратов на основе сенной палочки, начиная с самого раннего периода времени, то есть с момента высадки рассады, и потом каждые 10-12 дней опрыскивания поверхности листьев с верхней и нижней стороны, являются прекрасным способом защиты от этого заболевания. Не поленитесь одновременно опрыскать и стенки теплицы, и конструкции теплицы, и почву в то же самое время, когда вы обрабатываете растения. В этом случае, конечно, эффективность защиты еще больше повысится. Конечно, не стоит обрабатывать препаратом соседку, вот даже если у нее в теплице завелся кладоспориоз, и вы не хотите, чтобы он перешел к вам в теплицу, потому что этот способ будет вполне и вполне эффективным. Итак, используйте регулярно препараты, любые препараты на основе сенной палочки, и кладоспориоз вас не посетит, или его развитие, по крайней мере, будет очень и очень слабым. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!